Привет, друзья! Здесь Демитков Юрий. В последнее время происходит бурное развитие искусственного интеллекта всяческого, и искусственный интеллект зачастую во многих областях заменяет уже людей, и невозможно определить, где искусственный интеллект, где человек. И, конечно же, это используется в разных совершенно областях. Как раз сейчас я уже выучил, в принципе, язык программирования Python, там SQL, и работа с большими данными, анализ больших данных. И сейчас дальше я уже вплотную подхожу к созданию каких-то систем искусственного интеллекта, как это происходит все. И, ну, я все это прекрасно понимаю, как все это происходит. Вот, где это используется? Это используется, ну, как всегда, всюду, в банках. И сейчас банки очень активно занимаются тоже системами искусственного интеллекта. И, с другой стороны, мошенники тоже используют искусственный интеллект. Вот, и удивительно наблюдать, как эта вот борьба происходит, вечная борьба, ну, как говорят, борьбы, так сказать, брони и снаряда. Вот так. Это дело обоюдоострое. Вот, и банки запустили сейчас очень интересный сервис такой, антифрод рулетка, так называемая. То есть каждый может поучаствовать в антифрод рулетки. То есть, смотрите, есть очень много мошенников, которые занимаются, ну, как бы тем, что мошенническим путем предлагают людям перевести деньги, присвоить деньги. Вот, и это прямо вот, там тоже используется искусственный интеллект и все прочее. Вот, антифрод рулетка, это как раз средство для борьбы с такими негодяями. Вы знаете, что сейчас идет специальная военная операция, там военные действия, Россия, Украина и так далее, и так далее. Но вот эти вот, вот это вот противостояние происходит не только в военной области, но и вот в этой тоже области. Что я хочу сказать? Да, буквально следующее, что в Украине сейчас один из наиболее популярных видов заработка – это работа в колл-центрах. Их специально обучают, их специально обучают тому, как обманывать людей и выманивать у них деньги изощренными совершенно способами. Не секрет, что большая часть людей, вот этих вот мошенников, которые звонят, они с Украиной. Вот, я тут смотрел еще одесский бродяга тоже, вот, который тоже самое подтвердил, что, говорит, там и в Одессе это все сейчас работает. Раньше это в Харькове в основном работало. Как это определить, собственно говоря? Ну и вчера я послушал разговор вот этой вот, ну, результат деятельности антифрод-рулетки. Люди попали как раз на это дело, и они пошли в банк снимать деньги, там, 500 тысяч рублей. Вот, и в банке их убедили, что они попали на мошенников. Они долго не могли поверить, но, тем не менее, это так. И, значит, там приводится... Тинькофф, по-моему, привел, что антифрод-рулетка, значит, переключили этих ребят, мошенников на Вована и Лексуса, вот, которые там разыграли и опубликовали это дело. Ну, я послушал тот диалог, надо сказать, что надо быть очень стойким морально для того, чтобы противостоять вот этим мошенникам. Они очень изощренно действуют, вот, естественно, значит, там нужна подготовка. Поэтому банки как раз сейчас набирают людей для того, чтобы работать вот в этой антифрод-рулетке. И переключают людей на них, на подготовленных, и готовят их. Ну, там вообще конец, конечно, был феноменальным, когда там... Они убедились, что вот да, все, значит, там очень такой серьезный нажим идет, значит, но вы же понимаете, что ваши деньги ушли, значит, там, в Украину, и, соответственно, вы подставили меня, а я тут пытаюсь вас спасти всеми силами, говорит женщина, с явным украинским таким шармом, акцентом, который, в общем-то, так сказать, вот всегда он в этих звонках прослеживается все-таки, это неистребимо. Вот, и, значит, она говорит, ну вы же понимаете, что вот, как бы, мне придется это огласить, что вы перевели деньги в Украину, и, соответственно, вы же понимаете, что я пытаюсь вас спасти, чтобы вас не посадили там на 5-7 лет за поддержку экстремизма и так далее. Это очень серьезно, как бы, ну, на испуг берут и так далее, там все это. Вот это она, он говорит, да, да, мы сняли, все, не надо ничего, никакой огласки, ничего, значит, там я все, вот он пакет, значит, она говорит, все, сейчас придет курьер, значит, вы ему, значит, передадите деньги, в разговор не вступайте, ни о чем не вступайте. Он говорит, да, да, вот, вот там пришел, значит, курьер, я его вижу, а она говорит, ну, это самое, там, как бы, он или не он, он там светит фонариком что-то такое, вот, она говорит, каким фонариком, я не знаю ничего, ой, говорит, что-то, он это самое, какое-то, что-то непонятное делает, он, говорит, снимает штаны сейчас, жопу показывает всем, как-то это самое, а я ему, говорит, уже скинул свой пакет с этим, с 500 тысяч рублей, вот, ну, люди вызвали психушку, значит, приехали из психушки, значит, забрали его в психушку, а говорит, а что делать-то, 500 тысяч, куда, а 500 тысяч, говорит, это, собаки вынесли, ну, и дальше, говорит, что, в общем, посмеялись над этим разводом, на самом деле, это не смешно, к сожалению, люди, которые работают в этих колл-центрах, они работают не просто так, они работают за 10% тех денег, которые, на которые им удалось кинуть вас, поэтому будьте очень внимательны, будьте очень внимательны, не поддавайтесь ни на какие уговоры, и включайте мозги, когда вас кто-то просит перевести куда-то деньги, снять куда-то на резервный счет и так далее и тому подобное, они работают очень-очень изощренно. Еще одна история из области применения искусственного интеллекта для, ну, мошенниками. Смотрите, вот у меня дочь онколог, очень достаточно известный в своей области, ученый, и она вчера со мной поделилась, что прямо вот совсем искусственный интеллект обнаглел, грубо говоря, и как он действует, она говорит, слушай, говорит, в Телеграм приходит мне сообщение от моего шефа, ну, там бывает, что от начальника отдела, ей уже несколько раз она подвергалась этим нападкам, то от начальника отдела, то от зав. лаборатории, тут, говорит, от директора научного центра, академика, значит, там, по имени-отчеству, там, Татьяна Юрьевна, как бы, вот, она говорит, да, вы знаете, кто я? Она говорит, да, ну, она, в общем-то, тертый калач, ее так просто не проведешь, вот, да, я понимаю, кто вы, имею в виду, что мошенник, вот, а приходит от, ну, как бы, от ее шефа сообщение, понимаете, тоже не ведитесь, пожалуйста, вот, на эти дела, вот, как это делается на самом деле? А, следующий момент, значит, ей идет звонок на телефон, но через телеграмм, звонок, вызов, она, значит, поднимает трубку, естественно, она отвечает, вызов от шефа, естественно, она отвечает, а там какой-то треск, шум и говорит, что-то, блин, связь плохая, там, короче говоря, давай тогда смс-ками. Так вот, друзья мои, как это происходит, как люди от имени вашего шефа могут вам позвонить и что в этом случае делать? Ну, дочь-то прекрасно понимает это дело, а есть люди, которые могут не понять. Обычно что делается? Ну, мы все с вами где-то общаемся, у нас у всех есть телеграмм, практически у всех, все смотрят новости, все где-то общаются и все входят, вступают в какие-то чаты и что-то там пишут. Я тоже могу войти, скажем, в телеграмм и я, как программист на Пайтоне, могу запрограммировать так, что, ну, через систему IP, есть такая система, все вообще программы подразумевают, что есть какая-то возможность обмена информацией с программами, ну, это просто, ну, как бы, этого не может не быть просто, это есть сюда. И я могу написать программу, например, на Пайтоне, который заходит от моего имени, то есть она, как бы, я подсоединяю ее к себе, она от моего имени начинает заходить в те сайты, на те ресурсы, которые я ей укажу. Она может делать это регулярно и анализировать участников этих чатов, например, да? Дальше она уже, как я, то есть я могу запрограммировать так, что, как будто я захожу уже на конкретного участника, как бы, сообщение которого меня привлекли и заинтересовали. Каким образом они меня привлекли и заинтересовали? Я же могу написать просто. Вот та же самая моя программа, она анализирует в этом чате все сообщения, например, от данного участника по циклу, там, среди всех участников. Я определяю самых таких участников, подходящих для... Я могу это сделать, то есть я понимаю, как это делается мошенниками, скажем так, я этого не делаю, естественно. Вот, мошенник что делает? Он может совершенно спокойно определить, я понимаю, как это сделать. Это... людей, которые с наибольшей вероятностью подвержены вот этому. Ну, каким образом? Ну, можно проанализировать все сообщения от человека, и по этим сообщениям можно сделать вывод о том, насколько человек грамотный, насколько человек разбирается в чем-то, или насколько человек больше интересует, естественно, насколько человек неграмотный, насколько человек зомбирован каким-то образом, насколько... если человек зомбирован, это значит, что на него можно воздействовать и зомбировать дальше, вот, в том числе зомбировать на то, чтобы он перевел деньги. То есть это вот как бы можно таких людей просто вот программно определить, поэтому не будьте такими, всегда думайте, повышайте свой уровень интеллектуальный. Дальше что происходит? Отбираются такие люди, список, дальше берется у этих людей. Когда вы регистрируетесь в Телеграме, там есть так называемый биос, то есть возможность составить о себе какую-то информацию, кто вы чем занимаетесь, и даже ваш телефон, номер телефона. Телефон сейчас, ну, можно скрыть уже с некоторых времен, и практически все сейчас это делают, скрывают, но Телеграм — это мессенджер, который позволяет делать звонки людям непосредственно, не зная их телефона, зная только их аватарку, их сообщения. Это открыто в соцсети для того, чтобы люди общались. То есть программа может, мошенники могут посмотреть и скопировать. То есть как это делается? Копируется вот этот вот биос, и копируется само название аккаунта. Естественно, можно скопировать аватарку. Просто вообще делать нечего. То есть делается копия точно такого же аккаунта, как вашего начальника. Там и фамилия, и, значит, там даже очень похожий аккаунт, очень похожий, ну, вот этот вот, я не помню, юзернейм. Вот, юзернейм. Там все, прям вот копия полная. Не ведитесь на это. Это возможно. И вот этот вот уже мошенник может позвонить от имени уже таким образом вашего шефа. Не ведитесь. Как с этим бороться? Очень просто. Если это ваш шеф, то вы говорите, да, что-то действительно плохо слышно. Сейчас я вам перезвоню. И позвоните на обычный телефон. Если у вас есть телефон вашего шефа. Если нет, соответственно, ну, в общем-то, его и нет. Если есть, перезванивайте обязательно с другого источника. Лучше с другого телефона. Скажем, с телефона мужа, жены там и так далее. Своему начальнику и спросите. Шеф, это вы говорили, что сейчас будет звонок от службы безопасности. Скажет, сейчас дуба рухнула. Вот. Ну и, собственно говоря, все. Вот. Ну, если такое. Обычно происходит дальше, что делают мошенники. Они говорят, сейчас тебе позвонят в службу безопасности нашего института. И скажут, что делать. Там твой зарплатный счет взломан. И пытаются у тебя увезти деньги. Поэтому надо деньги сейчас перевести на какой-то резервный счет. Ну и дальше пошла вся эта вот ахинея. Вот. Но перед этим, ну, к этому подводят обычно часа два. И, как я уже повторяю, ищут людей, которые наиболее, естественно, подвержены этому делу. Это, во-первых. Во-вторых, ищут, естественно, наиболее высокоплачиваемых людей. Как в случае с моей дочерью. Не ведитесь, не ведитесь. Думайте. И не ведитесь на вот эти службы безопасности. Даже вашего института там и так далее. Вот так. Поэтому, ну, я немножечко вот описал, как это работает. Я не буду показывать это на практике. Но телеграм-ботов я уже писал, которые способны зайти на мой, скажем, ну, как бы, от моего имени куда-то. Вот. Я это собираюсь использовать в своих целях, для раскрутки своих телеграм-каналов, для раскрутки, как бы, своих соцсетей, для того, чтобы увеличивать продажи через соцсети. Это мне интересно, это я, как бы, занимаюсь этим делом. Методы, поэтому те же самые, в принципе. Но цель благая, потому что я хочу помочь людям освоить те возможности для зарабатывания, которые я могу делать сам. То есть создавать источники пассивного дохода для себя, как выбрать инструменты для инвестирования и так далее. Как этому научиться, я этому обучаю. Вот. И поэтому вот эти технологии тоже можно использовать как в благих целях, так и в нехороших. Так что умейте отличать, учитесь, будьте грамотными. Занимайтесь и пытайтесь научиться зарабатывать в интернете. Кстати, у меня даже курс есть такой, как зарабатывать в интернете. Он очень такой небольшой, начальный. Я рассказываю общие принципы о том, как зарабатывать в интернете. И быть независимым абсолютно от места, где вы живете. Потому что сейчас очень многие люди меняют и место жительства. В силу определенных обстоятельств. Вот. И надо искать источники дохода для того, чтобы зарабатывать. Независимо от того, где вы находитесь. Да и вообще по кайфу. То есть, например, я хочу путешествовать. И вне зависимости от того, где я нахожусь, как-то зарабатывать деньги. Вот такая у меня мечта. Поэтому, да, если вы, кстати, захотите, там есть ссылочка в телеграм. Там вы можете увидеть. Это, ну, как бы вход в те области, которыми я занимаюсь. Это, я об этом рассказываю, как такую же страничку сделать вам. Для того, чтобы заниматься бизнесом в интернете. Вы можете просто посмотреть на практике, как это происходит. Это вход в воронку продаж, грубо говоря. Вот. Это будет ссылочка на топлинк. Один из мощнейших инструментов. В этом смысле я об этом рассказываю тоже в интернете. Что такое-то. Ну, там дальше уже такая специфика, где я рассказываю там про CRM, про SEO, таргетинг и прочее-прочее. Это уже на курсе. Вот таким образом я перешел от мошенников до воронок продаж, которые работают в интернете и позволяют нам создавать источники пассивного дохода. Выбирайте то, что нравится вам. И до встречи. С вами был Демитков Юрий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok